Множество детей, благоустроенные дворы, тёплый климат, красивые храмы, счастливые люди – таким видит старый оскол священник и фотограф из Петербурга Николай Андреев. Почти каждое лето он приезжает в наш город и всюду ходит с фотоаппаратом. Об осколе северной столицы, фотографиях и селфи-искушениях гостя расспросила Лариса Ульяненко. Каждый, кто занимался фотографией, знает, как важно найти баланс. Баланс белого, симметрии, радиальный. Петербуржец Николай Андреев много лет балансирует между главным делом жизни и любовью к фотографии. Первый фотоаппарат подарили ещё в детстве. К церкви и вере потянуло в юности. Закончивший вуз по фотоделу, а затем рукоположенный в Сан-Диакона, он давно научился находить время и для молитв, и для охоты за интересными кадрами. Мне нравится православная фотография, именно находить какие-то интересные сценки, маленькие храмы, маленькие монастыри, Сакральные маленькие монастыри, храмы, прихожане, матушки, батчики, у меня это очень близко по душе. Достаточно много и долго паломничали по святым местам. Но мне сейчас интересна ещё Россия в открытках. Просто здания, просто улицы, типы людей. В советские годы коллекции с видами городов продавались во всех киосках и книжных магазинах. Это очень было популярно. Да, это были комплекты 16 открыток. Почему-то они были стандертизированы 16 видами городов. Как правило, первая открытка – это была память к Ленину в каждом городе, который находился. Ну и дальше какие-то ключевые архитектурные доминанты, которые там были, улицы. Это было очень интересно. У нас таких комплектов много. Моя бабушка собирала, была филок-артист, если я правильно говорю, собиратель открыток. И у нас дома целый большущий, такой старый советский чемодан. В детстве Николай любил рассматривать открытки, которые бабушка привозила из путешествий. А сейчас сам создаёт такие. Не только из любви к искусству. По фотографиям можно воссоздать облик города, восстановить утраченные здания. Вдруг этот дом будет утрачен уже. Города сейчас очень быстро меняются. Где-то в лучшую сторону, где-то в худшую сторону. Глядя на наш город сквозь призму объектива, Николай Андреев выделяет то, что мы давно воспринимаем как обыденность. Мне оскол понравился сразу же. Климат хороший здесь по сравнению с Питером. Не сравнить, безусловно, такой южный. Тепло можно и позагорать. И какая-то спокойствие, провинциальность есть. Люди идут, здороваются с нами. Есть какая-то теплота в отношении людей в этом городе. На что я обратил внимание в вашем замечательном городе – это много детей. Вот во дворе. В Савате выходит, на каждый возраст можно найти себе компанию. В Савате я тут же нашёл себе большую компанию. Полный двор детей. Я просил меня, сколько детей, много. В Питере не так? Нет. Вот в нашем подъезде в Савате один ребёнок. А ещё гости оценили детские спортивные площадки во дворах. В городе Наневе, даже в центре, благоустройство идёт в масштабах намного скромнее. Качели, курсели есть ржавые, понимаете, скрипучие. Вот в нашем дворе всё старое, никаких газонов, всё заброшенное. Это сталинские дома, это центр города, где мы живём, Московская площадь. В кругом сталинские эти дома. Более того, напротив нашего дома так называемый дом советов. И вот гулять, играть нельзя. Сравнивая Питер и Оскол, Николай Андреев замечает, что и тут, и там стоило бы трепетнее относиться к историческим зданиям. И тогда, и в Осколе будет, что показать туристам. Ведь смогли же заинтересовать и местных, и приезжих музеем святителя Ануфрия. Мне показалось, что если центр города, а именно улица Ленина, как понимаете, центральная, её привести в порядок, отреставрировать дома, старые, особенно дома купеческие, те 19 века, ну, это будет просто конфетка. Какие объекты вам, как фотографу, показались интересными, кроме улицы Ленина ещё? Кроме улицы Ленина, пожалуй, вот храм преподобного Сергия, очень красиво смотрится. Также храм вот со стороны ЗАГСа виден в белой. И где театр, где ваш театр, очень красивое место, там вид такой панорамный. Конечно же, в плане интересных локаций Оскол Питеру проигрывает. Северная столица для фотографов – рай. Такие виды, такая атмосфера. На фоне достопримечательностей любят селфиться многие. Но этой страсти к автопортретам везде и всюду Николай Андреев не понимает. Ну, это какое-то искушение, я думаю, что вот это селфи. Может быть, когда-то оно закончится. Так вот смотреть вот с библейской точки зрения, ну, это гордыня. Это вот тысячу фотографий себя и так, и так, и так, и так. Самолюбование такое вот этих своих изображений. Я не скажу даже фотографии, потому что все-таки фотография – такое слово высокое, да, фотография. Вот, изображение. Ну, сейчас, видите, очень принично, например, сфоткать, сфоткать. Раньше на заре даже в фотографии говорили, можно я сделаю с вас фотопортрет, сниму с вас портрет. То есть, как бы, отдаешь часть себя, души. Рассуждая о фотографии, питерский гость шутит, что раньше было время снайперов, а сейчас настал час пулеметчиков. При съемках на пленку каждый кадр старательно выстраивался. Сейчас же предпочтение отдается скорострельности. Какой-нибудь из кадров да получится. Но Николай Андреев уверен – и это пройдет. Мода на красивые семейные снимки в салонах и авторские фотографии уже возвращается.